Доброго всем дня! Бабушка Оля приветствует вас! Сегодня тема у меня о гигрометре. Зачем он вообще нужен у нас в доме, в комнате, как бы в быту? Ну, если мы уже меряем температуру воздуха, правильно? Зачем нам еще мерить влажность? Гигрометры не получили широкого распространения, ну вот в домашних условиях. У нас же есть градусники. Вот, градусник вешаем, да, все нормально. Мы привыкли, что нам нужно померить температуру. А для чего гигрометр? Мы не привыкли. И поэтому еще, ну, как бы редко встретишь у кого-то дома, что у него есть гигрометр. Я тоже не знала, для чего нужен гигрометр, пока не стала вылуплять цыплят, что мне нужно было в инкубаторе узнать влажность. И я столкнулась с гигрометром. Первый гигрометр у меня был, вот, механический. Я его выписала на Алиэкспрессе. Механический. Несколько штук выписала. Но вы знаете, он очень нечуткий. Он совершенно нечутко, как бы, влажность не влияет на него. Вот посмотрите. 41, а здесь 55 стоит прекрасно. У него все прекрасно. Вот температура 21, и температура отличается. Вот видите, ну ладно, хоть два показателя, это не так страшно. Но, не только для вылупа. Потом оказалось, что, вот я занялась уже растениями, и гигрометр мне пока оказался нужен для рассады. Затем у меня появились маточники в подвале, которые я не знала почему-то, что-то один начал гнить, другой что-то, там, плохо тоже, это самое, грибочки появляются. А что, откуда у нас вирусы грибки? Влажность, потому что в погребе высокая. Ну, а как мы откуда узнаем, что надо чаще уже смотреть. И вот, когда гигрометры я расставила, я вижу, что уже у меня влажность, ой, нет, высокая. Отсюда я маточники лучше уберу наверх. И я уже стала в другое помещение смотреть, куда ставить. У меня тогда зимнее хранение стало проходить намного лучше. Вот видите. Затем гигрометры нужны. У кого есть астма, аллергия, помещения же разные. Вот у меня дом, например, привенчатый, а есть дома просто каркасненькие, у кого-то каменные, кто-то в квартирах живет, и вообще непонятно там что-то, чего-то. У человека аллергия, астма, еще что-то, чего-то. То чесотка начинается, кожа сушится или что-то, чего-то. Если высокая влажность, то на стенах могут появиться грибки, разрастаться, особенно в ванных комнатах, протечки там, когда у людей. Вот. Мы же не знаем. А потом начинается вот эта аллергия от всяких вот этих грибов. И мы же не знаем, что у нас в квартире, что надо почаще тогда проветривать или как-то что-то. Зимой бороться с влажностью воздуха в доме намного тяжелее. Ведь не откроешь окна-форточки зима, а батареи жарят. А у нас растения на окнах. И мы думаем, или, например, купили в магазине цветок, а он у нас никак не растет. И думаешь, чего тебе надо, я тебе и это, и то, и сё, и так, и чуть-чуть. А он никак, что-то портится. Да потому что в оранжереях у них влажность-то высочущая. А у нас дома вот 40. Еще и не 40, а зимой еще бывает. Это в мороз сейчас потеплело, минус 5. Вот такая влажность хорошая в доме, в деревянном. Но когда мороз, у меня сразу падает на 33, 33 влажность. И больше-то особых и влажностей и нету. А когда повесила с Алиэкспресса, думаю, боже, какая у меня хорошая влажность. Все прекрасно, все нормально. А кожа у меня все равно сохнет. Я же старый человек. И думаю, надо маслицем помазаться. Ну, это чисто уже интуитивно, понимаете. Ну вот, а так и не знаешь. Так вот, нужная штука не только для детей. Когда дети болеют и слизистая сохнет, и у них кашель, когда вот человек больной. Что надо увлажнять. Значит, уже люди покупают приборы, которые увлажняют воздух. У меня там вон бедра с водой стоят. Я накапливаю дождевую воду, чтобы поливать фиалки и прочие там герани. Вот, так что хоть вроде бы и вода стоит. Да, она, влажность вразнится. В ванной одна влажность на кухне больше, конечно. Там же пар мы готовим. Вот. Но в основном в доме очень нужный этот вот такой вот механизм. И какой лучше выбрать. Вот видите, я сэкономила денежки. А толку от него никакого. Не то, что там температура точно не мерится. А в инкубаторе ведь и температура-то нужна. Хоть там и цифровые есть. Но и цифровые, зараза, врут. Вот. И поэтому я уже и просто и градусник, что температуру тела... Ну, медицинский градусник уже. Все сверяем, сверяем с медицинскими. Как, где, кто, как мериться. Ну вот, ничего не помогало. Вот. И как вот я выбираю в магазине температурный вот градусник. Вот видите, 22 и здесь. Так вот я из множества вот висят градусники. Смотрю, смотрю, перебираю, перебираю, чтобы хотя бы несколько градусников найти. Чтобы была одинаковая температура. Значит, это уже точно подходящее. Вот видите, вот где-то тоже подобрала. Тоже нормальный. Вот видите, 22 поднимается, потому что это теплеет и здесь точно так же. Это в погреб можно уличный. Уличный в тепличку. В погреб можно, это я вложу, еще куда угодно. Вот так. Так что гигрометры оказывается очень нужны в доме, потому что мы много чего не знаем. А если мы выращиваем рассаду, а если у нас цветочки, а если у вас детки или старики, вот, или вы там приболели и что-то вы там кашляете. Гигрометр очень нужен, потому что повышая, например, влажность, вы делаете себе хорошие условия, как бы организму легче. Вот, а если надо понизить, значит, или что-то, ну, как бы, вы уже не увлажняете совершенно воздух. Ну, как-то можно регулировать. Вот, овощи, например, в подвале, правильно? Пришли, посмотрели, боже, да там зашкаливает. Ну, как я туда поставлю? Значит, я уже морковку не просто положу в ящички, а положу ее в сухой песок. И тогда она будет уже храниться в сухом песке. Вот, вот так вот помогают нам такие приборчики. Вот видите уже, вот, сорок два. Но зимой не проветришь. Но еще один такой вот момент. У меня у дочки в доме, у нее каркасник. И открывая окно, у нее сразу начинает падать влажность. Не знаю, говорят, закон физики наоборот вытягивается из дома. Так что каждый дом по-своему, я не знаю, может быть, каркасник, бревно, кирпич, там в квартире по-другому. Так что, вот, видите как, все нужно смотреть и измерять, как действуют вот эти приборы. Вот так. Но прибор очень нужный. И купить надо, естественно, подороже. Вот это на электронной, на батареечке. И он уже четко, четко работает. А все вот эти механические, все они вот врут. Понимаете? И вот мы сразу, все у нас портится. Так что обязательно приобретите себе гигрометр. Он и для красоты, и для ваших растений, и как бы и для деток, и для стариков. Это хорошая помощь. Как бы в нашем быту. Вот так. Сегодня хотела такую поведать тему. Может, кому-то пригодится и будет нужная. Все. Всем здоровья.